Звездопад в Запорожье. В минувшие выходные в ДК Титан состоялся галоконцерт областного молодежного фестиваля Зорепад. Выступления лучших конкурсантов видели и наши корреспонденты. В этом году фестиваль Зорепад проводится уже 21 раз. Как и прежде, он проходил в три этапа. В районах, затем в райцентрах и завершился галоконцертом, где выступили лучшие из каждого уголка области. Наш фестиваль, целевая задача у него, это дойти до каждого отдаленного сельской местности, села и выявить там бриллиант, творческую личность, огранить ее и дать путевку в жизнь. И Александр Панайотов, и Алеша, и Татьяна Недельская, то есть это те на тот период молодые люди, которые в принципе были незнакомы, скажем так, большой публике. Вот они смогли себя здесь показать, проявить, и возможность для ребят вот этот фестиваль, это в первую очередь, во-первых, общение, во-вторых, может тут и родятся какие-то новые коллективы, новые взгляды, новые направления. В этом году более сотни конкурсантов соревновались за первенство в восьми номинациях. В финал прошли 60 человек. На галоконцерте их награждают почетными грамотами и дипломами, кубками лауреат фестиваля. Гран-при Зоропада 2013 получила Наталья Рагулина из Запорожья, артистка цирковой студии «Летучая мышь». Мы участвуем в Зоропаде с 2008 года. Я выступала эквилибр на свободной проволоке и воздушница на бамбуке. Также мы прошли всем коллективом карнавал. Мы стараемся каждый год показать что-то новое. Мы совершенствуемся на цирковой студии, стараемся лучше достигнуть свои цели. Этот и другие номера, оставшие лучшими в этом году, можно было увидеть на галоконцерте, где выступили победители всех восьми номинаций. Для многих из них эта первая победа, возможно, станет трамплином к будущим творческим высотам.